Конечно, не в профессионализме, потому что ты прекрасно знаешь, что Сальери писал музыку не намного хуже, чем Моцарт. Он профессионально был такой же, а вот... Как Моцарт. Да, конечно. Ну, вот ты сам это сказал. Ну, вот маленькой штучки не было. Вот не было маленькой штучки не в профессионализме. Но не было непрофессионалов в то время. У Цоя была эта штучка. Тихо, не было непрофессионалов, Женя. Непрофессионалов не было. Они просто не попадали в этот разряд. Группа кино, ты считаешь, они не были профессионалами? Ну, конечно, конечно, нет. Госполян очень сильный гитарист. Не в этом кайф. Не в этом кайф. Кайф не в этом. Кайф в том, что в этой команде вот было то самое, о чем ты сказал, чего начинаешь смотреть в других, а этого нет. Есть то, сё, умение. А что это вот такое? Ну, я не знаю. Честная эмоция. Честная эмоция. Понимаешь, честная. Открытая, честная эмоция, бьющая наотмашь. Понимаешь? И это убивает абсолютно любую конкуренцию. Это очень сложно. Но когда проходит время, Женя, честная эмоция, конечно же, сохраняется, но язык становится другим. Очень сложно заставить человека через 50 лет слушать, скажем, 8 песен того же замечательного Вити, который в одной гармонии. Это очень сложно объяснить. Ну, слушают. Ты знаешь, слушают. Я сам буду слушать. Я думаю, что будут слушать ещё. Да, и ты будешь слушать. Конечно буду. И дети наши будут слушать. Конечно буду. Потому что это замечательно. Спасибо тебе. Спасибо тебе за совершенно правильное и адекватное мнение. Маккартни, которому 70 лет исполнилось на этой неделе. Спасибо, я не знаком с этим господем. То есть спасибо тебе, Саша, за то, что ты пришёл. Давай. Давай.